МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Рязанской городской думы обсудили и утвердили изменения в структуре администрации Рязани. Почему растут цены на продукты? Областная прокуратура начала проверки в магазинах. Дефицита лекарственных средств не будет. В программе разъяснения специалистов регионального Минздрава. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. Впрочем, прошло оно не так ярко, как могло бы быть. Ведь вопрос о возможной приватизации водоканала пока отложен и на обсуждение не выносился. Далее видеоотчет о работе рязанских парламентариев. На повестке сегодняшнего заседания Рязанской городской думы наиболее значимым вопросом стало обсуждение изменений в структуре городской администрации. Основным нововведением стало возвращение районных префектур. При этом управление по работе с населением на территории ликвидируется. По словам сети менеджера Олега Булекова, а именно он обратился к парламентариям с такой инициативой, префектурам будут переданы и новые полномочия, в том числе функции административно-технической инспекции. То, что касается префектур, я очень часто в последнее время ездил по району города, смотрел, потом несколько было помещений в адресе этого управления, я посмотрел, что он, к сожалению, не сможет ни в должной мере, ни эффективно управлять одно управление, те районы города, которыми они должны заниматься. Пообщался с коллегами и депутатами, я со многим по этому поводу общался, прежде чем решили создать этот шаг, мы приняли решение, что, скорее всего, это будет более манабельно, если мы вернемся к той структуре, которая была, когда префектуры были самостоятельными. По мнению главы Рязани Андрея Кашаева, сейчас перед депутатским корпусом стоит задача улучшить обратную связь между жителями и городскими властями. Когда было управление по работе с населением территории, была определенная работа, проводилась, но она была централизована. Скажем так, не все объять, все невозможно. Поэтому то, что префектуры, они восстанавливаются и более серьезная роль отводится этому направлению, нас, безусловно, не может не радовать. Мы, соответственно, депутатский корпус в прямом находится в контакте с администрацией и находился, кстати говоря, когда утверждали начальники отделов управления по работе с населением территории. Поэтому, безусловно, вот эта работа такая совместная, она будет продолжена. Также в структуре городской администрации ликвидируется управление предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы, а функции уходят в управление экономики. Упраздняется и отдел по учету и распределению жилья. Он переходит в управление дополнительных мер соцподдержки, соцпомощи и распределения жилья. Помимо этого, перераспределяются функции некоторых управлений. В управление благоустройства города появится отдел окружающей среды, а чиновники управления транспорта будут отвечать еще за связь и безопасность дорожного движения. Все эти изменения, подчеркнули депутаты, должны повысить эффективность работы городской власти. Все течет, все изменяется, как говорили греческие философы. Но меняются вещи и в буквальном, то есть материальном смысле слова. Например, ценники в магазинах, как правило, сообщают только об увеличении стоимости продуктов питания. Горожане стали замечать рост практически по всем категориям продовольственных товаров. Впрочем, рязанцы здесь не исключение. О таких же проблемах сообщает информационное агентство целого ряда соседних областей. Впрочем, ценами на продукты заинтересовалась и рязанская прокуратура. Прокуратура Рязанской области проводит масштабную проверку в магазинах с целью выявления случаев необособленного повышения цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Помимо прокуратуры, к проверке подключились и представители других ведомств, а именно сотрудники антимонопольной службы, Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе проверки будет дана оценка механизму ценообразования на продукты питания, а также об основанности повышения на них цен, в том числе как на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, так и на продукцию, которая производится на территории Рязанской области. В рамках вот этой проверочной работы планируются основные усилия направить на выявление и пресечение фактов необоснованного повышения цен, установить, если такое будет, факты ценового сговора организации торговли и поставщиков. Существенное повышение цен, которое мы сейчас наблюдаем, происходит из-за огромных скачков рубля по отношению к другим валютам. В глобальных масштабах, то есть на уровне страны, эта ситуация напрямую зависит от действий Центрального банка. Цены на продукты питания российского производства с конца прошлого года уже увеличились в среднем на 15-20%. Так как тарифы на услуги естественных монополий, то есть на свет, газ, воду растут, многие компании используют импортную упаковку. Тот же Тетропак – это тоже ощутимые траты. К тому же удорожение товаров идет из-за очень высокой ключевой ставки. Специалисты пытаются удержать ситуацию в рамках приличия. Но согласитесь, покупать, к примеру, яйца за 70 рублей, молоко за 60 и пару килограммов мяса почти за 800 очень и очень накладно. А если семья большая, и их потребительская корзина должна пополняться продуктами первой необходимости пару раз в неделю, одна эта мысль легко может вогнать среднестатистического россиянина в психологический кризис. Помимо продуктов питания, социально важным вопросом остаются и лекарства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале нынешнего года поручил сотрудникам Минздрава принимать необходимые меры для недопущения дефицита жизненно важных препаратов. О том, как выполняются поручения премьер-министра в Рязанской области, разъяснили специалисты регионального Министерства здравоохранения. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения принять все необходимые меры, дабы не допустить дефицита лекарственных препаратов первой необходимости. Особенно остро этот вопрос рассматривается на фоне сегодняшней негативной экономической ситуации. Как обстоят дела с резервом медикаментов в нашем регионе, мы узнали в областном Минздраве. Лекарственные препараты первой необходимости, они же жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, у нас подлежат строгому мониторингу. Ежемесячно данные об этих препаратах и о их наличии выгружаются на федеральный сайт Росздравнадзора. Это происходит по состоянию на 15 число. И вот по мониторингу на 15 января я сравнила информацию январскую с декабрьской. Я хочу сказать, что критичного снижения объема этих препаратов у нас не наблюдается. Импортозамещение лекарственных препаратов сейчас идет полным ходом. На территории нашей страны работают сразу три крупных фармацевтических завода, силы которых направлены на обеспечение отечественного рынка качественными российскими препаратами. В плане импортозамещения наши показатели гораздо лучше, чем в среднем по России. То есть в прошлом году у нас по лекарственным препаратам, которые мы закупаем для льготных категорий граждан, отечественные составили более 60%. По запрошлым 45%. Это намного больше, чем в среднем по России. Вот, например, показатель аналитики говорит о том, что в среднем по России на фармрынке отечественные препараты занимают всего 26%. У нас, сами видите, показатель намного больше. И есть надежда, что он и будет повышаться, потому что многие зарубежные производители локализовали свое производство в России. И у нас сейчас даже очень крупные фирмы имеют свои заводы, которые здесь пакуют и производят продукцию. Поэтому все-таки есть надежда, что ситуация с лекарственным рынком у нас будет стабильной. Еще один немаловажный вопрос – ценообразование. По словам специалистов, цены на жизненно необходимые лекарственные препараты сейчас приближаются к предельно установленным. Это связано с тем, что ряд препаратов импортного производства реализуется на нашем рынке практически в убыток. Есть отдельные моменты, и к нам люди периодически обращаются – повышение цен. Но вот я вам хочу сказать, у нас большинство таких обращений относятся к препаратам, не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших. То есть вот эти препараты, они у нас, в общем-то, в достаточном количестве. Дело в том, что на эти препараты сейчас действуют предельные розничные цены. И у нас есть постановление уполномоченного органа по тарифам Рязанской региональной энергетической комиссии, которым утверждены предельные наценки – оптовые и розничные препараты вот этой группы жизненно необходимых и важнейших. И это постановление нигде не нарушается, оно четко соблюдается. У нас проводятся регулярные проверки наших лицензирующих органов. И за последние годы не было случаев нарушения вот этого постановления. Всегда цены укладываются в предельные розничные. Запланировала индексация предельных цен на препараты жизненно необходимых и важнейшие. И после этой индексации, которая по информации министра здравоохранения составит всего 5%, доступность этих препаратов будет гораздо лучше. То есть резкого скачка цен на жизненно необходимые лекарства не ожидается. И это не может не радовать. Особенно на фоне неумолимо дорожающих, также жизненно необходимых продуктов питания. Так что медикаментами впрок запасаться не стоит. К нам в редакцию обратились жители многоквартирных домов по улице Введенской. Они жалуются на свалившуюся на них коммунальную проблему. А проще говоря, на мусор и грязь, которая собирается возле здания котельной, неподалеку от их дворов. И убирать такую хаотичную свалку жильцам приходит самостоятельно. Общалась с жителями домов на Введенской Алена Куколева. В редакцию нашей телекомпании поступил звонок от обеспокоенных граждан одного из районов нашего города. На болевшей проблемой жителей домов 17, 120 и 124 по улице Введенской стала газовая котельная в их общем дворе. На прилегающей котельной территории около года назад было повалено дерево. Вот и лежит оно, не тронутое никем и по сей день. Помимо того, что дряхлое дерево портит общую картину двора, оно вдобавок ко всему вызывает опасения у местных жителей. Подростки обнаружили для себя здесь, в тени веток, непосредственно у стен котельной, уютную курилку и туалет. К чему может привести невинное баловство сигареткой у газораспределительной станции, догадаться нетрудно. Значит, упало дерево. Вместо того, чтобы его убрать, его сложили на дрова или зачем, не знаю. Здесь дети играют и все разжигают костер дети. Сколько раз гоняли их отсюда. Она звонила в свое дом управления, дозвонилась. Они говорят, что это не наша проблема. Боимся то, что кто-нибудь бросит по нечаянности, загорится, а это газ. И кругом дома. Посмотрите, сколько домов жил их вокруг. И это может быть большой неприятностью. По словам сотрудников котельной, этот факт доставляет им не меньшее неудобство. Теперь они становятся ответственными не только за тепло в жилых домах, но и за благоустройство, и за уборку прилегающей территории. В нормативных документах обязательного ограждения подобных мест не предусмотрено. А попытка дозвониться до РМПТС с целью прояснения ситуации успехом не увенчалась. То обеды, то собрания. Вот жильцы района и ломают голову над вечным вопросом, что делать и кто виноват. Напоминаем, что телефоны информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются вам помочь. Ждем телефонных звонков. А теперь перейдем к информации от органов правопорядка. Сегодня рязанские наркополицейские сообщили об успешном завершении спецоперации по задержанию наркодилеров. Причем изъятые у сбытчиков партия синтетических препаратов оказалось крупнейшей за всю историю региона – целых 15 килограммов психотропных веществ. Из них 13 кило наркопреступники не успели расфасовать по дозам. А если бы у них это получилось, тогда к продаже было бы подготовлено более полумиллиона разовых доз. Подробности «Успешная операция» у оперативников госнаркоконтроля смотрите в репортаже Оксаны Тебенихиной. С сотрудниками госнаркоконтроля была обнаружена крупнейшая партия синтетических наркотиков в истории региона. Реализовывался товар целой группой гастролирующих преступников посредством сети интернет сразу в нескольких крупных городах нашей необъятной. Выявлен и закрыт так называемый интернет-магазин, который занимался бесконтактным сбытом наркотических средств через закладки. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что данный интернет-магазин действовал по всей России. И по нашей информации в Сургуте и Ульяновске были задержаны такие же члены преступной группы. И у них было изъято более 10 килограмм наркотического средства. Несколько месяцев наркополицейские совместно с сотрудниками ФСБ вели сложнейшую оперативную работу. На начальной стадии операции ими были задержаны четверо молодых людей, которые выполняли функции курьеров-закладчиков. В дальнейшем сыщикам удалось выйти на ключевое лицо преступной цепочки – 23-летнего жителя Саратова. У него при личном досмотре, а также в тайниках было обнаружено 300 и 600 грамм наркотиков, уже приготовленных для сбыта. В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий был установлен склад, который находился на съемной квартире. Склад наркотиков находился в съемной квартире на улице Шереметьевской, где и проживал оптовик. В ходе обыска оперативники обнаружили 15 килограммов наркотических средств, 4 наименований. Из них 13 килограммов – концентрированной смеси, вес которой в дальнейшем при специальной обработке мог бы увеличиться в 10 раз. Какое наказание? Если будет доказано участие в преступном сообществе, либо в организованной преступной группе, то вплоть до пожизненного. Это был завершающий наш информационный выпуск видеоматериал. На сегодня это все. И до встречи в завтрашнем эфире еженедельной информационной программы «Время говорить». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»